Мы ждем прямое включение нашего корреспондента с места событий, обязательно свяжемся с ним. Ну а сейчас о другом происшествии оказали вооруженные сопротивления и были уничтожены во время контртеррористической операции в Петербурге, ликвидировали троих боевиков. Один из них задержан, и это предварительная пока информация, по данным ФСБ, в ответ на требования сдаться преступники открыли огонь. Уже установлены личности ликвидированных боевиков. Это 25-летний Астемир Шериев, проживающий в Кабардино-Балкарии, 30-летний Залим Шебзухов, он родом из Нальчика, и фамилия третьего боевика Ныров, имя пока неизвестно. Все они в федеральном розыске, они обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании, подготовке террористических актов и вербовке новых членов в ряды террористов. Сейчас на месте событий работает наш корреспондент Валерия Рысина, она подключается к эфиру. Лера, здравствуй. Рассказывай, что сейчас происходит. Смогли ли люди уже попасть в свои квартиры? Да, приветствую тебя. Ну, действительно, людей уже начали запускать, но единственное, что пока еще не всех, а только те, кто живет с первого по восьмой этаж и на последних. Остальные до сих пор вынуждены стоять и ждать на улице. Но вот по нашим данным, эта спецоперация готовилась заранее, а именно накануне вчера вечером. Причем сотрудники СОБР пообщались предварительно с жильцами и уже ночью заняли свои позиции, а рано утром в 9 приступили к этой операции. Вот мой коллега с радио Балтики, Вадим, вот расскажи, пожалуйста, тебе, я знаю, удалось пообщаться как раз и с соседями. Да, действительно, это так. Соседи рассказали, что еще вчера вечером операцию стали готовить непосредственно, ну, называют, около 9 часов вечера. Это время, то есть, когда сотрудники службы безопасности уже стали выходить с жильцами на связь. Я так понимаю, что не со всеми, а непосредственно с жителями квартиры выше, то есть, здесь все происходило на 10-м, связь держали с 11-м этажом. Насколько я понимаю, там квартиру, в этой квартире живет женщина, с которой заранее обговорили то, что она предоставляет доступ к своему помещению. И непосредственно с соседями вокруг то же самое было обговорено. Но, насколько я понимаю, операцию проводили, действительно, спускаясь с 11-го этажа на этаж ниже, то есть на 10-й, соответственно, доступ к помещению женщинам попросили предоставить. Судя по отдельной информации, которую, опять же, не могу точно подтвердить, но жильцы говорят, что даже ломали пол в квартире, чтобы проникнуть через него вниз. Операция непосредственно готовилась, как я сказал, с вечера и даже ночью, то есть ночью сюда приезжали сотрудники ФСБ, с отдельными жильцами даже предлагали встретиться, побеседовать на улице тет-а-тет, видимо, чтобы не в стенах помещения. И, ну, жильцы, естественно, не сразу согласились в час ночи впустить пришедших к ним сотрудников, но, тем не менее, пошли навстречу. Сегодня в 9 утра уже, не в 11.30, когда мы услышали первые взрывы, а в 9 началась операция, то есть уже в это время здесь были сотрудники. Возможно, они находились и в той квартире на 11-м всю ночь, предполагаю, что это было так. Но в 9 утра уже начались какие-то действия, и вот в 11.30, как мы ранее рассказывали, прогремели первые взрывы. Судя по описаниям жильцов, это был не одиночный взрыв, это было несколько взрывов подряд, просто они слились в единый такой общий гул, который мы все и услышали. — Скажи, а вот простыня белая, которую вешала эту женщину, это был как отвлекающий маневр, или что? Видел ли ты, или, может быть, ты как раз успел тоже с жильцами пообщаться? — Нет, ну, вот этот момент я видел собственными глазами, я смотрел с дома напротив, он находится позади нас. — Вадим живет там, по стечению обстоятельств. — Так уж получилось, да, что случайно это все произошло. Я просто наблюдал сам момент забаррикадирования окон. Вот в этой квартире на 10-м этаже они заволокли их деревянными конструкциями. Это была, по-моему, столешница там и дверь от шкафов. Ну, видимо, чтобы все-таки обзор с улицы уменьшить, чтобы такие, как мы, меньше наблюдали. Ну и, возможно, я, конечно, не военный, но как-то защитить от возможной стрельбы оттуда. И когда уже начало все успокаиваться, сотрудники СОБРа еще стояли внизу, я их своими глазами видел, но в доме напротив появилась женщина, которая на 11-м этаже, то есть вот прямо либо в этой квартире, через которую проникали, либо в соседние, она просто вышла на балкон, стала развешивать простыню на балконе абсолютно спокойно. Ну, я, конечно, наблюдал издали, возможно, под простыней не только женщина была, но и еще, может быть, тот же самый сотрудник. Но этого сказать, к сожалению, не могу. Выглядело это со стороны, конечно, весьма интересно. Вроде как еще двор оцепляют, а в соседней квартире уже вешают спокойно постельное белье сушить. Спасибо большое. Ну, вот действительно, вероятно, как-то выборочно предупреждали соседи, потому что, ну, вот в большинстве своем, конечно, тут никто не знал. И до сих пор люди стоят в недоумении, что же здесь происходит. И некоторых вот мы нашли, в том числе и с соседней парадной, которые тоже вот знали о том, что сегодня будет происходить. Ну, вот более трех часов люди находились на улице, не объясняли им, что здесь происходит. Была и скорая помощь, и реанимация, причем выносили на носилках потерпевшего. Вот мы видели, что он был в маске, в специальной одежде. Ну, вот кто-то здесь предполагает, что это был такой отвлекающий маневр для того, чтобы, ну, вот на журналистов тоже отлечь. Чего-то буквально минут 15-20 назад выносили из парадной цистерны, синие бочки, был такой едкий запах, коробки. Это все погрузили в тонированный микроавтобус, и вот он отсюда уехал минут 15-20 назад. Ну, вот до сих пор люди продолжают здесь находиться. Это уже те, кто непосредственно живет вот на 10 этаже, на 11, непосредственно близко к квартире, где были боевики. Ну, и также простые зеваки, основную массу все-таки уже в соседние парадные всех запустили. Ну, а в эту с первого по восьмой этаж и последние этажи в том числе запускают. Да, Лер, спасибо тебе. Мало пока еще официальной информации, но вот так по крупицам в прямом эфире на ваших глазах мы собираем информацию о том, как же проходила вся эта контртеррористическая операция. На прямой связи с лайфом была наш корреспондент Валерия Рысина. Во время активной фазы операции, которая началась примерно в 10 часов утра, пострадал сотрудник спецназа. Боевики забаррикадировались на 10 этаже на Ленинском проспекте. Вот насколько густонаселен этот дом, можно понять по этой фотографии. Посмотрите, в здании больше тысячи квартир. В 11.30 раздался жутко громкий взрыв, от которого у нас работали все сигнализации во дворе. В ту же минуту я выскочил на балкон и уже увидел сотрудников СОБРа, оцепивших угол моего дома, но явно смотрящих в сторону соседнего двора. Все люди стояли точно так же во дворе, жители моего дома, мои соседи. Их не пускали даже по двору пройти, а в жесткой форме поворачивали обратно. Когда я попытался выйти на улицу и спросить, узнать, что происходит, мне было сказано, возвращайся обратно, получишь пулю в лоб иначе. Ну то есть мне явно намекнули, что угроза тут большая. В соседнем доме происходит, на 10 этаже, в квартире, в жилой, не могу говорить точно, боевики, не боевики, но явно происходит какая-то стрельба, потому что после того взрыва было несколько пулеметных, видимо, очередей. Это явно стреляли из огнестрельного оружия. Людей во дворе у нас в данный момент нет вообще. Вот окно на 10 этаже соседнего дома закрыли, ну, закрыли, в принципе, дверцами от шкафа. Внутри там работают явно тоже сотрудники, но одеты они в белую защитную форму и находятся они в газозащитных масках. Вот буквально последняя стрельба раздавалась отсюда где-то минут пять назад, не более того. И вообще вот эти вот перестрелки уже происходили не менее 5-6, наверное, раз. К этой минуте активная фаза спецоперации уже завершена, оцепление вокруг дома сняли. Его держали больше 4-х часов. Сейчас сотрудники СОБРа разрешают уже жителям вернуться в свои квартиры. Многие покинули дома, как только услышали первые хлопки. Перед этим силовики занесли в подъезд большое количество мешков, предположительно, для того, чтобы забаррикадировать квартиру с предполагаемыми боевиками. Бабахнули, несколько раз стрельнули. Вы тоже, да, видели? Услышали. А вот балкон взорван, это вы прям видели? Нет. А, вы видели, расскажите. Ну, слышал хлопки, выхожу к себе на балкон, смотрю то, что на соседний балкон кто-то стреляет. Позвонил милицию, говорю, стреляет. Но не увидел, что уже по деревне СОБР. Ну, и там балкон, там, чуть-чуть на нем покорежено. То есть, как шумовые гранаты получаются. Мы вышли за молоком погулять в собачке, к сожалению, задержались и обратно нас не пустили. Что-то объясняют, что-то говорят? Нет, не говорят, только вот то, что вокруг говорят. Учения, да? Да, да. Ну, какие-то хлопки мы уже слышали. Взрыв даже слышали, что там. Слышали взрыв тоже, да? Взрыв слышали, сильный очень. Продолжение следует...